Более 100 тысяч жителей Сургутского района завершили перепись. Как заявляют в администрации района, план выполнен более чем на 80%. Остались в основном только те, кто изъявил желание сделать это самостоятельно через портал госуслуг, и люди из отдаленных поселений. Всего же в мероприятиях задействовано более 200 переписчиков. Подробности в следующем сюжете. Здравствуйте, меня зовут Людмила Ивановна. Я по вопросу переписи населения. Откройте, пожалуйста. Работа переписчика требует большой активности. За день нужно обойти несколько десятков квартир. Всего же за каждым из переписчиков района закреплено примерно по 300 адресов. Но там число жителей может удвоиться, потому что не только один, допустим, член семьи, а там же есть и по 6 детей, и много. Конечно, всех, всех жителей, кто прописан, и кто даже не прописан, но проживает на данный момент, мы всех переписывали. Не было никаких курьезных случаев, принимают прекрасно, тепло. Мне понравилось. Пожалуйста, скажите, год рождения первого ребенка. 1974. Очень приятно. О том, что жители идут активно на контакт, говорит и статистика. И Сургутский район один из лидеров. Сегодня в районе перепись завершил 81% жителей. Остались только те, кто изъявил желание сделать это самостоятельно через портал госуслуг. И люди из отдаленных поселений. Из-за труднодоступности к ним переписчики приедут только после того, как встанут зимники. Куда нет доступности, у нас выезжали, там, в Угут, это лодки были. Будет декабрь, у нас еще труднодоступная территория, это Лентор. И туда поедем, наверное, на снегоходах, на буранах, там и так далее. Куда возможно, всеми возможными способами. Но труднодоступные территории – это лишь один аспект, влияющий на статистику. Еще одним препятствием для переписчиков стали рабочие общежития. Из-за ковидных ограничений внутрь просто не пускают. Переписчикам приходится буквально на входе поджидать жителей. Работаем с организациями, с предприятиями напрямую, с руководителями, с главами поселений. Все заинтересованы, перепись нужна. Нам нужно определиться со своим составом, определиться, кто у нас проживает в Сургутском районе, какие у него нужды, что нужно для того, чтобы Сургутский район развивался, что нужно жителям и как органы власти скорректировать свои действия для дальнейшего процветания, развития района. До свидания всех благ. Всего хорошего. Как говорят в администрации района, все, кто еще не успел поучаствовать в переписи, может сделать это самостоятельно через портал госуслуг. Ведь от этого напрямую зависит будущее муниципалитета. Евгений Неупокоев, Игорь Батищев, телеканал Югра, Сургут.